Призыв к общеокружному субботнику жители восприняли с энтузиазмом. Видно, одной из ключевых площадок стал лес на Ольховой, где в рамках губернаторской программы «Леса Подмосковья» уже началось благоустройство парковой зоны. Для уборки подрядчик выделил рабочих, которые помогли убрать опавшую листву и поваленные старые деревья. На самом деле мы традиционно после схода снега к 1 мая, к 9 мая готовим, мы приводим в порядок наши общественные территории, внутриквартальные проезды, дворовые территории. Для того, чтобы войти в этот прекрасный праздник, в это лето практически, в эту весну красивую, для того, чтобы было чисто, чтобы это нравилось жителям и, прежде всего, конечно, чтобы нам тоже нравилось. Здесь на Ольховой к уборке присоединились и представители депутатского корпуса, и сотрудники местной управляющей компании. Это наша традиция в апреле, в мае, это два субботника обычно, три даже, таких больших, масштабных, совместных с жителями, с муниципалитетом, с смежным бизнесом, который здесь работает. Но параллельно наши дворники, конечно, по периметру парка, метров, наверное, 50-60, заходя вовнутрь, стараются весь крупный мусор, который остается после жителей, после компаний, все это убирать. А в парке «Опаренке» к уборке подключились воспитанники школы Олимпийского резерва «Олимп», которые используют эту трехкилометровую лыжную трассу для своих тренировок. 26 детей и взрослых дружно очистили территорию от мусора. Все бутылки, помойку, всю банку, все собрали, выбросили, потому что нам тренироваться же здесь, и нам зимой, и летом катаемся здесь, так что и здесь и убираемся. Субботник – это не просто уборка, это праздник, объединяющий тысячи жителей Ленинского городского округа. Здесь, в парке «Опаренке», для всех, кто помогал убирать территорию, была организована зона питания. В благодарность угощали жителей вкусняшками. Субботник прошел и в сквере 80-летия Ленинского района, который уютно располагается в центральной части Видного, на улице Школьной, возле многофункционального центра. В этом году зона вошла в список голосования на платформе федерального проекта, «Формирование комфортной городской среды». В случае победы этого сквера мы проведем еще голосование среди жителей, что бы они хотели здесь вот видеть. Но пока вот такие задумки, что поменяем пешеходную сеть, сделаем озеленение, установим дополнительные мафы, лавочки, урны, освещение. Голосование проходит на сайте 50.городсреда.ру. Там необходимо выбрать Ленинский городской округ, сквер 80-летия, первый в списке. Принять участие в выборе места благоустройства может любой гражданин в возрасте от 14 лет. Голосование продлится до 31 мая. Юлия Погасян, Александр Логинов, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видно этого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова